Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с воскресным богослужением, с радостью встречи под сводами Храма Божия. Ведь каждый христианин по заповеди Господней должен шесть дней трудиться, выполнять свою работу, свое служение, учиться, совершенствоваться, приобретать знания, навыки, умения, зарабатывать на то, чтобы сохранить и содержать семью. А воскресный день каждый из нас по благословению Божьей должен собираться в Божьем храме, для того, чтобы прославить воскресшего победителя смерти Господа нашего Иисуса Христа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали удивительную историю о том, как после преображения Господня Христос, сойдя с этой великой горы, со своими учениками, встречает несчастного отца, у которого был очень болен сын. Что была эта за болезнь? Он был одержим духом немым, духом нечистым, лукавым, падшим духом, который повергал его то в огонь, то в воду. Представьте себе, идет отец со своим сыном, и вот он увидит какую-то лужу и бросается в нее, катается в ней, бьется в конвульсиях, изо рта у него идет пена, он поднимает, мальчик, мальчик, поднимайся, сыночек. Поднял как-то его, постарался привести в порядок, и тут дальше вдруг какой-то костер горит, он в огонь бросается. Сынок, куда ты, обгорел, самому больно, а как больно отцу, видите, это страшное мучение сына. И вот слышит, что в его местах, где сейчас он пребывает, находится сам Христос и ученики его. И он подходит ко Христу и просит, Господи, помоги нам. Я подходил со своей просьбой, с болью о сыне своем, к твоим ученикам. Они не смогли ему помочь. Если что, можешь, сделай для нас. И Христос спрашивает у него, а веруешь ли? То есть он спрашивает, а имеешь ли ты веру в то, что я могу это сделать? И он отвечает честно, верую, помоги моему неверию. И так Господь, благословляя этого отрока, освобождает от его нечистого духа. И он становится здоровым. И видит, как вокруг него собираются люди. Подбегают, как мы сказали бы сейчас, зеваки, те, которые хотели это посмотреть. Как же так? Был такой несчастный отец. У него такой странный больной сын. И вдруг он нормальный. Он хорошо говорит, он обращается к Отцу со словом «Папа». Как? Как это могло быть? Столько вокруг людей, которые хотели собраться, посмотреть на это чудо. Но Христос удаляется. А потом, когда остается наедине с учениками своими, ученики спрашивают у Христа, Господи, а почему мы не могли этого сделать? Почему мы не могли изгнать этого нечистого духа? И Христос, отвечая им, говорит, никак рот сей не изгоняется, только молитвою и постом. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, особенно в период Великого Поста, должны обратить внимание на эти слова, сказанные Христом и несчастным отцом, который получил исцеленного сына после благословения Христова. Прежде всего, нам нужна вера. Без веры мы не сможем победить ни одного своего недуга. Мы должны веровать в Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего во плоти, родившегося от Девы Марии, учившего добру и любви, за любовь и добро пострадавшего на кресте и в третий день воскресшего. В Господа, Который вознесся на небеса и Который снова придет, воздать живым и мертвым. Его Царствию тогда уже никогда конца не будет. Это наша вера. И мы никогда не должны отступать от нее. Мы должны исповедовать свою веру. Ибо сам Христос сказал, кто отречется от меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, оттого отрекусь и я перед Отцом моим небесным, когда приду во славе ангелов своих. Никогда не отрекайтесь от веры. И на любой вопрос, а ты что, верующий? Ты что, в церковь ходишь? Верую. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя. И этот символ веры мы поем каждую литургию. И, конечно, в период поста особенно мы должны вспомнить средства для того, чтобы укреплять свою веру. Молитва и пост. Есть такой врач Мелехов Сергей Евгеньевич, заслушанный профессор, который прожил большую жизнь, имел большой опыт с людьми больными психиатрическими заболеваниями. В том числе и просто больными, недугающими людьми, которых часто лечил. И он рассказал о том, что когда люди начинают поститься, а тем более, когда начинают молиться, они начинают выздоравливать. И я говорю это как врач. Представляете? Если человек начинает воздерживаться и молиться, он начинает выздоравливать. От любых болезней. А есть, как он говорил, и полностью исцеленные люди. И вот наша задача с вами – вникнуть в смысл. Что значит пост? Это не просто поменять какие-то продукты одни на другие. Нет. Это общее воздержание. Воздержание от греха прежде всего. Воздержание глаз, как святитель Иоанн Златоуст писал, от созерцания неприличного, непристойного. Воздержание языка от лжи, ушей от слышания неполезного, рук от хищения, ног от хождения ко греху. Одним словом, пост – это воздержание от греха. И вы будете здоровы. То есть, мать церковь говорит – поститесь, люди. Даже за этот короткий период воздержания от объедения, потому что, объедаясь, человек приобретает огромное количество желудочно-кишечных проблем. И все это происходит от того, что человек прекращает себя ограничивать. Он думает – я же свободен, и что хочу, то и делаю. Ты не имеешь права, особенно если ты христианин, и крест на твоей груди делать, что хочу. Ты должен делать то, что Бог велит. И тогда ты будешь здоров и будешь счастлив. А для этого нужно молиться. Молитва имеет огромное значение. Когда человек молится, он понимает, что над ним есть тот, который содержит все в своих руках. Есть тот, который над всеми правителями, над всеми начальниками и командирами, над всеми земными царями и богатыми и богатейшими людьми, он знает, что есть тот, в руках которого сокровище всего мира. И обращаясь к нему, он говорит – Господи, помоги, Господи, сохрани, Господи, благослови. И делаясь его благословением, он чувствует, как невидимая рука Божия, помогает ему. И когда он полагается на волю своего Господа, то он никогда не постыдится. «Блаженны все надеющиеся, нань», – говорит Святая Церковь. «Все, кто надеется на Господа, никогда не постыдятся. Все, кто уповает на Него, как написал еще пророк Исаия, надеющиеся на Господа, расправят руки свои, как крылья, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот наша задача с вами сегодня – поднять руки к небу и все вместе попросить Господи, помоги нам. нам не хватает Твоей всесильной помощи, нам не хватает веры, нам не хватает воздержания, нам не хватает сил, времени, а иногда и возможности молиться. Но наша задача – хотя бы вот в оставшиеся дни особенно осознать эту проблему своего несчастья, своих переживаний и своих падений. Мы удалились от Бога, мы утратили веру, мы перестали поститься, воздерживаться от греха, мы перестали общаться с живым Богом. И это есть корень всех наших бед, страданий, войн и катаклизм и всевозможных стихийных бедствий. Как мы не поймем, что за грехи растекаются реки наши? Разве об этом не написал Христос? Кто будет слушать слова мои и исполнять их, того я уподоблю человеку, который построил дом свой на камне, и пошли дожди, и подули ветры, и растеклись реки, и налегли на дом тот, но он устоял, потому что основан был на камне, а всякий, кто слушает слова мои, и не исполняет их, уподобится человеку неразумному, говорит Христос, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и подули ветры, и растеклись реки, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было великое. И мы видим сегодня, и потопы затопляет Оренбургскую область, мы видим, как страдают люди, но как важно нам осознать причину этих катаклизмов, причину войн и страданий человеческих. Мы отвернулись от веры во Христа, мы подумали, что мы построим свое новое будущее, мы думаем, что оно прогрессирует, что оно становится все умнее, лучше, оно уже переходит от простых средств труда к каким-то компьютерным установкам, все механизируется, а человеку уже не надо думать, за него будет думать искусственный интеллект, все перейдет на цифру. Однако это совсем не так. Мир деградирует, и мы не приближаемся к прогрессу, мы идем к регрессу, то есть мы, наоборот, повреждаемся. Когда человек начинает хорошо жить, он усугубляет свои проблемы, свои страсти, пороки, вожделения. Когда люди начинают жить хорошо, они повреждаются. Почему-то, когда все есть, хочется еще всего, всего хочется, и того хочу, и того хочу. Нет никогда остановки в этом. А наша задача возвратиться к тому, к чему нас зовет Христос. К посту, к молитве, и самое главное, к вере. Вот этих трех очень важных добродетелей мне хотелось бы пожелать сегодня каждому из вас. Давайте веровать. Веровать в Господа, Который грядет на добровольную страсть, Который победит смертью смерть и нам подарит вечную жизнь своим воскресением. Давайте поститься, не ленясь. Давайте воздерживаться от греха. Каждый в меру своих сил. Как постился сегодня прославляемый преподобный Иоанн Лествичек. Он так и говорил, я чрезмерно не постился, я не предавался, постоянно, всеночным бдением, я не спал на земле, но смирялся. И Господь скоро спас меня. Смиренным Господь дает благодать. Блажен путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Смиренный Господь любит и благословляет. Давайте сегодня, выйдя из храма, обретем это упование на Бога. Веру в то, что Он никогда нас не оставит. Он всегда рядом. Там, где двое или трое собрались во имя Мое, там Я среди них. А потому, раз Он есть, и сказал, что никак род сил и зла этого дьявольского рода не изгоняется, только молитвой и постом. Давайте и мы, всякое зло, побеждать в себе воздержанием и обращением от всего сердца к нашему Господу, Который пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха, проклятия и смерти. Аминь. Аминь. Аминь.